черепашку вот мы увидели ну да и бич тишина такая стоит очень тихо и моря даже не слышно ну вот машину мы оставили на стоянке это штаб казачьего общества большой утришь там же так скажем усадьба атамана и двинулись вот по тропе георгиевич у нас проводник а мы сергеем туристы мы не помнишь как посидели с женой его с собакой атамана да черепашку вот мы увидели она прямо под ногами была мы его так в сторону вот и поднимаемся по лестнице вот это вот растение вот а ядовитая борщевик дает только запах запах я не чувствую его не чувствую вот тут стоянка и сказали что 600 рублей стоит на сутки до машину сюда поставить а собаки вон какие динго вот это вот это малый отрез ой большой отрез большой отрез маяк там с часовенкой а да да красивая часовенка видна мы ее там подделали молитвы ходили туда молитвы да а то дельфинарий крыша да да и вот вверху моря красиво как видите вот так что можно подлесеть в берегу вот море да сюда мы и стремимся да там тоже палатка стоит на берегу и вот здесь такой вот обрывистый берег и тропа тоже видно что люди ходят по тропе мы пойдем угу да сам вон мы это это первая лагуна мы вот мы туда пойдем да туда там вот это вот это первая лагуна называют водопад как раз угу угу водопад да мы сегодня видим да там водопад такой небольшой конечно но все равно это что а это что это а вот эта фисташка да да или железное дерево угу угу они же фисташки они растут это 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 вот их вырубали там куда дороже делают да ну тут много видов всяких да растений да тут можжевельник же три вида его колючий вонючий обыкновенный это тут 300 видов где только здесь растут больше людей не растут 300 видов растений они только могут здесь да ну тропа здесь для таких людей тут да вот тут много ага для внимательных там скотиться вниз пахнет хвоей когда солнце хвою нагревает и вот такой вот запах целебный а палатку можно спокойно здесь стоять да то есть как бы ни у кого не надо разрешение брать а ну все пойдем там уже все да там стоянки ага все спускаемся вот по этой тропе видно что так все уже натоптано но все равно надо соблюдать осторожно я сегодня специально надел кроссовки чтобы ноги не скользили то в тапках конечно Георгиевич даже зима опыт имеет ходить все тут уже запах моря лагуна там где вот там что-то что-то в смысле лагуна там где вот что-то это палатки да или что-то какие-то домики а там охраняются ага ясно ну все сейчас будет путь вот у нас такой долгий нудэ бич гласит надпись и там мы видели тоже написано нудистский не детский пляж ну по крайней мере нам сейчас никто еще не встретился рано да да еще Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну как в студии... Тихо... Ну и конечно... Красота... А вот какое замечательное место... Здесь... Ну как я бы назвал... Такой песок... Но это наверное... Все-таки такой мелкий-мелкий дробленый камень... И... Вот его сколько здесь... Красота... Просто замечательно... А море... Ну вообще... Не шелохнется... Внимание... Мы... Подходим... К водопаду... Еще одна... Достопримечательность... О... О... Подроблена... Да... В том году не было их... Черепахи... Аплодисменты... Аплодисменты... Угу... Угу... Не бывает... Угу... Не бывает... Не бывает... 1400 150... Угу... Вот Георгий решили скупаться... Здорово... Отлично... Я вам рекомендую. Я вам рекомендую. И до этих заповедных уголков я вижу здесь построенный бунгало. И люди живут, судя по вещам. Солнце показалось сразу уже так, оно пригрело. Чувствуется, что будет очень жарко. Ну а море все еще спокойное. Место просто здесь замечательно, удивительное. Что там написано? Дикий дом. Кстати, хэштег Дикий дом. Смотреть надо. А там вот видно палатки. Что пишут? Это тоже самое. А, тоже самое, да. Берегите лес от огня. Места и суммы штрафа. Места, конечно, они все похожи. Вот, я думаю, на побережье много таких мест, которые выглядят вот именно вот так. И вот в Бете, где я когда-то отдыхал, там тоже вот подобие, наподобие что-то такого. Вот она, Утришская лагуна, первая, про которую я написал песню. Ну, не всю, конечно, песню, но, по крайней мере, упомянул. Субтитры делал DimaTorzok Так, это мы пришли во вторую лагуну. Всего их четыре. Наш поход продолжается. Там тоже палатки. Сегодня у меня такая разведка. А вообще, конечно, можно сюда еще вернуться. И, конечно, надо. Здесь палатки мы сейчас вот подошли к человеку. Вот он там купается. Игорь его так, видимо, определил. Так, пауты. Пауты давно я паутов не видел. И спросил, здесь свободно можно палатку ставить? Он говорит, да, ставьте вот в любом удобном месте. А у меня, говорит, можно купить пиво и вино. Так что здесь тоже есть вот такие люди предприимчивые. Палатки вот они тоже везли здесь. Тут мусор вот уничтожают. Ни хуже. А вот лиманчик. Здесь водятся креветки. Георгий рассказывает. Опа. Ну, а тут у нас море. И мы продолжаем наш путь по берегу. Продам. Что-то там продают даже. Ну, на камне такая объявление. Как это, в каменный век пишут на камнях все объявления. Все правильно. Эх, не, если бы это, я бы так знал, представлял, я бы взял бы ласты, маску, трубку. И поплавал бы. Я думаю, мы еще сюда приедем. Конечно. Я взял трубку тоже. В смысле, маска у тебя есть? Да, маска. А, ну, прекрасно. Вот эту? Да, сербей тоже там. Где у нас влюбитель хочет заняться подводом. И вообще сюда собирать. Ага, ага. Да, в такие места можно, конечно, влюбиться. Да, я знаю, верно. Здесь вот удобные места для палаток, вот в этих лесочках. Вот еще один лиман. Да, побольше. Флаг какой-то странный. Висит. Зеленый, белая полоска и красная нижняя. И вот она, третья ладуна, да? Да, вот третья. Ну, и в Дефонерике. Вот эта считается, что третья ладуна. Вот лиман. Угу, угу. Угу. Улили. Удаляются. Удаляются. Доходишь до мусора?